ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он был, в общем, и мой дедушка залез на дерево, прикинь. Да? Там можно запирать орехи? Да, там можно запирать орехи. И он залез на дерево и упал. Веселая история! Нет, ну реально. Несумная веселая история. Спасибо, Тима. Поднял настроение перед поездкой. Нет, ну это серьезно, правда было так. Кстати, куда мы сейчас собираемся? Вообще, вроде как мы собираемся на север. На север, да? Полежский район? Да, Полежский. Слушайте, в Полежском районе у меня есть один знакомый фермер, который выращивает потрясающие саженцы орехов, экспортирует их на всю Европу. Охренеть, в поле. Так что я предлагаю, в общем, поехать к нему и спросить вообще у него, какие у нас саженцы орехов есть. И день добрый! Мы сегодня едем, ребята! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молдова – удивительная страна. Страна золотистого подсолнуха, зеленых виноградников, прекрасных пейзажей и очень добрых и гостеприимных людей. Уже второй год подряд мы снимаем в республике кулинарное тревел-шоу под названием «Бойкая кухня». Я – Дмитрий Бойко. Вместе со съемочной группой проекта, приезжая в города и села Молдовы, в поисках все новых, интересных, необычных традиций и рецептов. Во втором сезоне перед нами стояла сложная задача – за месяц объехать и отснять сразу шесть населенных пунктов страны. Это Ханчешты, Дубасары, Бельцы, Фелешты, Штефанводы и Чадерлунга. Цель проста – узнать все самое интересное и самое вкусное из того, что может предложить этот район. Одним словом, поработали мы все на славу для того, чтобы зритель получил удовольствие от просмотра нашей программы. В каждом молдавском городе, в каждом селе мы точно знали, что найдем что-то уникальное. Так оно и было. Глава третья. Крепкий орешек в Фалештах. Ну что ж, настало время отправиться в северо-западную часть Молдовы. Нашим следующим пунктом выбран Фалештский район. Он находится в 125 километрах от Кишинева. Название Фалешты произошло от термина «фалы», что означает «слава» или «гордость». В Фалешском районе живет чуть больше 14 тысяч человек и трудится более 4 тысяч предприятий. Они выращивают урожай на полях, трудятся и в перерабатывающей индустрии, и даже в машиностроении. Город Фалешты известен как родина скульптора Лазаря Дубовинского, автора памятника Котовскому, который расположен в Кишиневе у гостиницы «Космос». Также в нем установлены памятники Александру Пушкину и Михаилу Еминеску. Кроме того, Фалешты – это город фестивалей. Ежегодно в нем проводится этнический фестиваль, фестиваль конкурс народного танца и фестиваль зимних обычай. А еще это город Каштановой аллеи из шумного рынка, который находится прямо в самом центре, на который мы, собственно говоря, и отправляемся за продуктами для нашего первого рецепта. Мы со съемочной командой приехали на центральный рынок в городе Фалешты. Находится он на севере нашей замечательной страны. И в этот раз у меня задача намного, ну не намного, но немного сложнее. У меня есть всего лишь 50 лей, на которые мне нужно будет сегодня приготовить какой-то блиц-рецепт. Будет это закуска или будет это десерт, может это будет суп или напиток, посмотрим. У меня, кстати, здесь рядышком, со мной рядом Алена, она директор рынка. Она сказала, что она тут все знает, сейчас мне все расскажет. Расскажите, вот это, как я понимаю, красная самородина с вашего огорода? Да, с нашим. 18 лей за килограмм? Да. Грабеж, давайте торговаться. За 16 дойдите. На самом деле я возьму полкило. Не надо. Что такое? Я сегодня на рынке все без марточки не получаю, ешки. Болгарский рубин. Держите. Болгарский рубин. Ребята, смотрите, сколько. Я набрал целый полкило болгарского рубина. Видали? Сколько такая будет веки? Давайте. Ален, ты дышите, мои, дышите. Можно, пожалуйста, кастратуратуру? 22 лео. 22 лео. Видите, дыня. В итоге дыня оказалась самой дорогой у нас. 22. Мы отошли совсем недалеко от центрального рынка города Фалешть, где мы, собственно, с вами закупали наши замечательства. Так что там закупали? Нам их подарили, будем уж откровенны. Подарили нам ягоды и фрукты сезонные. И вы знаете, мысль о том, что вообще сегодняшний выпуск, он получился каким-то таким очень получится, каким-то очень таким десертным, как мне кажется. Поэтому мы сегодня готовим тоже в блиц, в блиц в нашем выпуске мы готовим тоже десерт. Итак, нам нужна с вами дыня. Мы с вами ее очищаем от семян. Все ягоды, которые мы сегодня купили у наших замечательных молдавских фермеров, это смородина, крыжовник, малина, вишня. Мы можем, ну, вы можете как бы пофантазировать на этот счет, поэтому мы с вами берем очищенные соленые фисташки. Их вот так вот чуть-чуть крупно-крупно нарубаем. Ну, видите, без особого труда. Ну и вот, я думаю, что так будет отлично. Ну и все, что нам нужно сделать теперь, это соединить наш десерт. Мы с вами выкладываем дыню на центр тарелки. Посмотрите, как она. Это уже все. И ложка. Все, снято. Нет, десерт готов. Ну, так вот, к чему я. К тому, что вот у нас дыня есть. Прекрасно. Теперь нам нужно взять мороженое. Мороженое мы с вами берем, конечно же, пломбир. Сережа, спасибо большое. Спасибо. Вот у нас есть волшебный молдавский, молдавский пломбир. Его тоже очень хочется попробовать. Можно я так чуть-чуть его? Да, держи, Наташа, ты хочешь? Держи. Ой, вы знаете, вот это такое хорошее сочетание пломбира и дыни. Итак, мы с вами берем пломбир. Ложкой. Прямо вот так вот порционно. Выкладываем прямо в центр дыни. Не стесняясь. Мы с вами выкладываем сюда малину. Мы с вами сюда кладем нашу замечательную смородину. И наши порубленные фисташки. Привет, девчонки. Держите ложки. Угощайтесь. Не стесняйтесь. Ну, что думаете? Очень вкусно. И сладко, и так освежающе, да, немного, мне кажется? Мясо любишь готовить? Ну что, приглашу тебя как-нибудь к себе тоже подготовить мясо. А пойдемте, пойдемте все вместе угостим этих мужчин. Это летний такой десерт, очень актуальный. Попробуйте, вам очень понравится. И полезно. И полезно, да. Я бы ел это каждый день. Правда? Да. Ой, я так рад. Я тоже. Это же журнал ТВ, да? Да. Вы знаете, это единственный канал, которому мы доверяем. Правильно. Да. Ну вот видите, мы даже, как это сказать, вкусно готовим, понимаете? И вдруг, как вы, оказывается, не только правду говорите. А сейчас вкусно готовим. Давайте, угощайтесь с нами вместе. Ну, это честно, может быть, другой канал, нет? Нет, ну здрасте. Что я буду вас обманывать? Вообще, я должен сказать, что я вырос на ботанике. Ботанический парень я. И у нас рядом с домом была долина роз. Я думаю, что те, кто вырос на ботанике, вообще, кто живет в Кишиневе, помнят это. Долина роз славилась своими орехами. И мы, я помню, с дедушкой в детстве постоянно туда ходили и собирали орехи. И дедушка потом готовил с них там наливку, ну или бабушка пекла пироги с них и так далее. Вообще, на самом деле, мне кажется, что орешник для Молдовы – это второй виноградник. Ну, я не знаю, может быть, там где-то еще каштаны бывают или, ну, липы немного еще. Но вот ореха у нас действительно много, это правда. И здесь мы сегодня познакомимся с Николаем Федоровичем, который, оказывается, выращивает, селекционирует и занимается вообще орешником. Мне кажется, что вот заниматься орешником нужно только в том случае, если ты действительно его любишь. Хотя для меня это на самом деле очень странно, потому что, ну, знаете, действительно так. Как оказалось, что Николай Федорович родился, вырос, наверное, и родился в Самаре. Мы сейчас об этом, обо всем у него, конечно, узнаем и расспросим. Ну и попробуем понять, что же такое искусство разведения орехов. Здравствуйте, Николай Федорович. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. В селе Редил-де-Сус находится питомник, который производит и выращивает привитые ореховые саженцы. Основано в 1998 году и включено в международный туристический маршрут Молдовы. Проще говоря, Молдова выращивает и экспортирует ореховые саженцы по всей Европе и не стесняется приглашать сюда гостей и рассказывать о своих успехах. Нас встретил директор данного питомника Киктенко Николай Федорович, который выращивает орехи уже более 30 лет и, мне кажется, знает о них абсолютно все. Николай Федорович рассказал, что сегодня предприятие культивирует 320 гектаров, на которых выращивают сахарную свеклу, сою, пшеницу, виноград и, конечно же, сам грецкий орех. Здесь разработали и внедрили технологию, которая дала уникальные саженцы. Они плодоносят уже на второй год после посадки. В Молдоване действительно очень тяжело удивить орешникам, потому что у нас растет орех достаточно много. Я как говорил, что мне кажется, что после липы и каштана, наверное, одно из таких самых популярных деревьев. Откуда к вам вообще пришла эта мысль выращивать орешник? Во-первых, если вы пришли к профпрофессионалу, мы начинаем говорить, изучать терминологию правильно. Не орешник, а орех грецкий. Орех грецкий. Орех грецкий или орех королевский. Олег А. Хорошо. Возвращение это звучит югланс-регия. Так, орех королевский. Я не буду только так говорить. Так, именно. Это не зря, потому что в орехе столько интересного, что не зря ему присвоено это звание. Ну и разговор о другом. Вот смотри сюда. Я сказал, что я смогу удивить и молдавана, да? Так. А молдавана трудно удивить орехом, потому что кругом орехи растут. Вот эти вот орехи были привиты в марте, в феврале и высажены весной. И вот здесь уже сразу же, как только они начали растивить, вот это вот, видите, присмотритесь. Вот это орешки, которые мы удаляли в мае. Вот они. Видите, это орешки. Они уже подсохли. Я понял. Часть орешков мы тогда не смогли найти, они выросли, мы удалили сейчас. Мы знаем, что орех обычно начинает продоносить. Это в шестой-седьмой год дает пробу. А здесь ореха море. Я вам сегодня покажу орех, который у второго года, который забит урожай. А вот это? Это сорт порт. Полугодочка. Нет, она ей отроду 4 месяца. 4 месяца. Здесь у меня 100 тысяч, там, 130 тысяч, 230 тысяч сортов. Сколько здесь сортов? Сортов сейчас уже немного. У меня в коллекции 156 сортов. 156 сортов грецкого ореха. Да, грецкого ореха. Здесь, видите, мощное плодоношение, и поэтому поступательный рост ореха застановлен. Дерево компактное. Делайте, пожалуйста, здесь, как мы видим, тоже масса ореха. Дерево не растет, дерево остановилось. Мы можем такие сорта садить более компактно, по схемам более уплотненно. Получает урожай серьезный на 2004-2005 год. И вот это... Вот это гордость. Это технология. И гордость за молдавские сорта. Кстати говоря, в 2007 году Николай Федорович лично от президента получил орден Глория Мунчи за достижение спасатки грецкого ореха. Дело в том, что наши фермеры создали уникальную технологию, как выкапывать, как сажать и как нетравнировать саженцы орехов. А это означает, что растения легко приживаются практически в любых условиях и сразу же дают приплод. А если приплод, то значит и прибыль фермеру. С такой технологией молдавские фермеры легко конкурируют со своими коллегами из-за границы и других стран Европы. То есть и самой Франции. И что уж тут скрывать, даже обходят их на поворотах. Все оказались из Ореховой рощи, из Орехового сада в помещении. Как я понимаю, это? Это у нас административный корпус. Административный корпус? А конкретно в этом зале мы проводим семинары в баре. Вот филиал Орехового института ведения, Ореховедения. Ну, скажем так, здесь вот, скажем, на вас челпан, это казахский народ, национальная одежда. Братья казахи, привет из Молдовы. Вот так вот, это подарок мне, значит, от алматинцев. Я работал там, в Алматы, значит, мы работали по заданию. Ну, полмиллиона этаров Орехов хочет посадить на Забаево, и мы в этой программе участвуем. У нас такая крепкая казахско-молдавская ореховая дружба. Именно так. А здесь то, что из ореха можно приготовить. Значит, пока нам Николай везет, несет ореховую настойку, у нас есть Людочка, которая все это приготовила. Сейчас нам расскажет. Люда, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, и вам тоже. Вы главный повар? Да. Чтобы мы с вами этого, знаете, как говорится, в одной команде были. Ну, рассказывайте, что это, что это. Все, прям сначала начинаете. Вот это что такое? У нас плацинды. Это плацинды. С овечей и брынзой. А с орехами вертута. Вертута с орехами. С какими орехами? Грецкими. С грецкими. А вот это что за чудо? А это? Чудо гастрономического искусства. Это салат ореховый. И что в нем внутри, в салате, кроме ореха? Это что, майонез? Майонез. Так, а внутри что? Внутри там ветчина, сыр, зеленый горошек. Какой? Свежий или консервированный? Консервированный. Консервированный, так. Лук репчатый. Записывайте, друзья мои. И майонез. И майонез. Все перемешано, и сверху орехи. Да, и сверху эти мелкие, как? Дробленые орехи. Да, орехи. Грецкие. Которые вы здесь выросли, да? Да, украшивали сыром, и потом вот это грецкие орехи. Где сахар? Да, фото. А, поиск аккуратно? Да. Да? Да, да, конечно, аккуратно. Но, все вем. Да. Да, что-то нормальная десерта, но совсем, кажется, тысяча. Да? Ну, пускай, давай, пускай, где-то. Ох, хорошо. Удивительно, что лично мое знакомство с молдавским национальным десертом Бабы Нягры произошло не в Молдове, не здесь, а это случилось в Москве, в одном из молдавских ресторанов. Вот там, впервые, я попробовал этот замечательный десерт. А сегодня мы добрались практически до границы, вот там вот, буквально там за домами уже находится соседствующая с нами Румыния. Мы находимся в селе Кетриш. И сегодня здесь, в гостях у Ольги Мериуц, мы будем постигать искусство традиционного молдавского десерта под названием Бабы Нягры. У меня есть подарок для хозяйки, как это уже принято. Ну, пойдемте в Ольги. Я, на самом деле, так волнуюсь. Ух! Ольга Мериуц Женщина, которая живет в селе Кетриш, Фалежского района, всю свою жизнь. Человек, она уникальный. Ее можно назвать местной знаменитостью. Она встретила нас всей семьей, а также пригласила соседей и самых близких друзей к застолью. Это, на самом деле, молдавская традиция. Если кто-то из соседей садится за стол, то надо позвать обязательно всю округу. Именно поэтому молдаване славятся своим гостеприимством на весь мир. Ольга содержит большое хозяйство, которое состоит из сада, домашней живности, дома. А также она славится своей скрипней на весь район. Кроме того, она регулярно ходит в церковь и поет в местном хоре. Свои рецепты она переняла от бабушек и прабабушек. Именно поэтому, когда я попросил ее приготовить традиционное молдавское блюдо Бабы Нягры, она не только согласилась, но и пообещала, что рецепт будет исключительно молдавским. Ольга, ваша кухня? Да. Да, виния. Очень-очень компактная. Виния норма. Итак, бабы Нягры. Да. Откуда рецепт? Рецепт делал бетренами. Делал... Вот это вот очень хорошо. Бульниками. Дойкиня на скот. Елик, еще и нож, а шеш, я ваша неспняка, астай бабы Нягры. То есть старый рецепт от вашей бабушки? Так, яйца. Стриковую. Сюда? Да. Сколько? К эти. Все яйца? Да. Ёшкин свет. Кусира дефаина. Килограмм муки? Да. Мистик, мистик. Да, 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 я мистик вообще стараюсь как-то. Ага, и масло растить оно еще надо. Давайте, помогайте мне. Я не могу сюда сразу, меня прям так запрягли сразу. Я сейчас не могу. Так. Не молою. Так. А молоко тоже домашнее? Да, да. Молоко тоже домашнее. Так, мы все хорошо перемешали. Да. Теперь добавляем... Соды для мангари. Пищевую соду. Да. И уксус, да? А уж, я как с вами стекаю. Так, сода, погашенная уксусом. Да. Причем так, знаете, как я понимаю, нехило. Нафальчик. Жир, укуня, а яич, шемистик. Да. Клини. Вы посмотрите на консистенцию теста. Она реально очень жидкая. Я думал, что она должна быть плотнее. Казан смазать нужно свиным жиром, да? Да, да. И потом это надо доливать сюда. Да. Я наливаю? Да, да. Уже можно? Ну, вот, сделай на меня. Давай, нет, я могу все тоже сделать. Подождите, я должен научиться. Вот, я хочу показать, что у нас тут, видите, жир, жир свиной. Все, и наливаем теперь эту штуку, да? Да. Наливаю. Дима, готовь. Лови. Это в духовку. Тара-тара-тара-тара, стату мелкие три. Дима, готовь баба-нягра, я выкладываю локуптор. Поним, локуптор. То есть, значит, в печь мы бабу-нягра. А если печи нет, в духовку можно? Да. Можно в обычную? Да, да, да. И баба-нягра, а вот и баба-нягра. Да, да, мы, я все рассурнем. Все рассурнем? Да. Вау, супер. Слушайте, она реально неагра? Я из-за неагры, да? Можно я прямо вот так возьму? Даркум требует София бэнката баба-нягра, спонси, амбарок? Кутричи мкаты. Да. Нет, тёпка, цикки, чтобы я говорю, ну, мартас, не тень мяч. Вот реально, на самом деле, вопрос, как бы, что мы же не добавляли никакого красителя, даже чая или кофе. И она получается, это из-за сода? София бэнката, сода домиканья, спонси, амбарок, сода домиканья, спонси, амбарок, сода домиканья. И это сто процентов натуральная баба-нягра, да? Да. Что-то домашняя. София бэнката есть один касса, да? Да, да, да. Вот она, Валдавская баба-нягра, верно? Да. Да. Данна Олга. Молтумес, молтумес фрумоз. Баба-нягра. Молтумес фрумоз пентру рецепта. Молтумес, молтумес фрумоз пентру рецепта. Молтумес фрумоз пентру рецепта. Сегодня в гости мы и приехали. Находимся мы в Педуре-Домняске, которая находится на севере нашей замечательной страны. Хочу узнать, я здесь тоже впервые хочу узнать, понять, что тут происходит и почему, и откуда здесь взялись зубры. Пойдем. Ни для кого не секрет, что в Молдове есть зубры. Но вот мало кому известно, что они считаются частью резервации научного заповедника Педуре-Домняске. Это одна из главных достопримечательностей нашей страны. Здесь в заповеднике можно найти животных и птиц, которые занесены в Красную книгу. К примеру, цапель прекрасных птиц, которые гнездятся на деревьях и на крышах домов и находятся под охраной государства. Здесь же в Педуре-Домняске растянулся самый старый в Европе пойменный лес. Этот заповедник известен своими пещерами и таким чудом света, как 100 холмов или по-другому 100 курганов. Никто, кстати, до сих пор точно не знает, как и когда появились эти холмы. Они расположены рядами вдоль прута и занимают огромное пространство. Существует множество теорий их появления. Одна из них гласит, что там погребены воины, которые погибли во время многочисленных распри в этом краю. А в другой говорится, что это останки кораллов, которые со временем покрылись землей. Создали заповедник в 1993 году с одной лишь целью – сохранить культурное и животное наследие для потомков. Географический заповедник расположен на водоразделе двух рек – Каменки и Прута. Каждые выходные на экскурсии сюда водят школьников и студентов, чтобы посмотреть на животных и птиц, занесенных в Красную книгу. Нашей съемочной группе повезло увидеть самца и четырех самочек. Кстати, одно животное весит целую тонну. Прокормить его не так уж, чтоб легко. В день они съедают 10 килограмм овса, 15 килограмм моркови и 25-30 килограмм сена. Морковь чередуется вместе с яблоками, а зимой питание более усилено. Кстати говоря, так как зубы практически никого себе не подпускают, то даже их вакцинация и лечение проходят через пищу. Дали морковку с таблетками и все. Есть. Слушайте, а зубры дают что-нибудь, кроме мяса? Подоить их можно, например? Нет? У них нет в имени? Нет? Слушайте, как я мало знаю о зубрах вообще. А сколько они живут? Они говорят, что здесь нужно ехать. Пожать здесь, где-то здесь ехать. Вы знаете, на самом деле я хочу сказать, что я так сейчас в рамках программы, я так много путешествую по стране и знакомлюсь с такими удивительными людьми, вы просто себе даже не представляете. Мы только что вернулись с сюжета, мы снимали сюжет про орехи. Просто фермер, который занимается орехами, молдавским сортом, сам селекционирует тоже какой-то просто невероятный человек, настолько горит своим делом. Очень здорово, если в Молдове есть такие небольшие уголки, которые занимаются такими благородными вещами, как разведением зубров. Поэтому спасибо вам за ваше дело. Я искренне желаю вам успехов, чтобы все было хорошо. И денег, как говорится, побольше, знаете, для зубров и так далее. Чтобы все было хорошо. Поэтому спасибо большое. Мне было очень интересно. Я уверен в том, что вам тоже. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. История Молдовы – это главное, что есть у каждого из нас. Без своего прошлого, без корней и родственников, без земли, которая нас скормила, мы теряемся и пропадаем. Этот важный факт особенно явно осознаешь здесь, в Фалештах. Каждый камень, каждое дерево, каждое животное здесь буквально дышит историей нашей страны. Тут бережно хранят и передают из поколения в поколение молдавские национальные песни и танцы. Здесь сохраняют рецепты национальных блюд от бабушек, прабабушек и прапрабабушек и готовят их по правилам и с огромной любовью. Тратят массу сил и энергии для того, чтобы сберечь уникальное культурное наследие для потомков, огромные леса, редких животных, чудесные урожаи и речные долины. Здесь врастают корнями в родную землю и оберегают ее, потому что именно она дает сил каждому жителю этой страны. Добрая, щедрая, согрета лучами утреннего солнца, родная Молдова. Вы знаете, каждый раз финальный рецепт, он всегда приходит ко мне от вдохновения полностью от всей программы. Мы только что вернулись от Зубров, где побывали мы с вами в Подуре-Домняске, и совсем на краю с Подуре-Домняске оказывается есть еще одна местная достопримечательность. Это три с половиной тысячи холмов вокруг меня. Итак, для рецепта нам понадобится песочное печенье из молотая, нам понадобится немного вишневого сока, конечно же, нам понадобится всем горячо любимое вареное сгущенное молоко, его можно найти в любом магазине. Ну и кладезем сегодняшнего рецепта являются, конечно же, орехи, потому что мы сегодня с вами побывали, увидели, как они растут и так далее. У меня здесь грецкий орех и фундук, то есть лесной орех. Ну и я взял в качестве такой интересной альтернативы ягоду-голубику, которую, кстати, тоже здесь у нас ворачивают в Молдове, если вы не знали. Ну и сливочное масло и соль по вкусу, это уже такая как бы вариация на тему. Ну а теперь сам процесс. Нам нужно с вами измельчить печенье. Вы можете не измельчать сильно, ну сильно прям мелко-мелко. Как получится, как пойдет, я так люблю. Измельчить печенье. Все у нас есть. Теперь нужно измельчить грецкий орех и фундук. Есть, у нас уже все нарезано. Теперь все нужно соединить. Для начала мы с вами сюда добавляем наши измельченные орехи, но не все, не все сразу, половину. Следующим этапом мы добавляем сюда вишневый сок. Во все десерты я всегда добавляю немного соли, в зависимости от рецепта. Так меня научила моя бабушка, поэтому сюда мы тоже добавляем совсем небольшую, буквально щепотку. Соль всегда усиливает вкус. Следующие, конечно же, идут наши ягоды. Афиня, голубика. Есть. Ну а теперь самое главное, то, с чего нужно все связать. Это две столовые ложки вареной сгущенки. Вот она такая карамельная. Раз. Два. Ну ладно, еще чуть-чуть. Три. И я добавляю сюда две чайные ложки мягкого сливочного масла. Возьмите хорошее сливочное масло. Здесь у нас в Молдове оно реально хорошее. Две чайные ложки. Есть. Ну а теперь все это нужно аккуратно перемешать. Перемешивайте действительно аккуратно, чтобы не раздавить ягоды. Ну а теперь уже можно ложку убирать и вооружиться самым лучшим миксером. Это ваши руки. И вот таким вот образом замесить вот такое вот тесто. И я беру вот так вот, буквально вот такой вот небольшой кусочек. Скатываю его в шарик для того, чтобы здесь было все. И голубика, и орехи, и печенье. Вот таким вот образом. И у меня здесь есть... Помните, я вам говорил, что не нужно все орехи использовать? Вот для чего нужна вторая часть. Вторая часть орехов нужна для того, чтобы обмакать наши конфеты сюда. И мы готовы их сервировать. Вот такие вот вкусные, полезные и, самое главное, очень простые конфеты готовы. Ну а мне хочется сказать, что это была бойкая кухня. Меня зовут Дмитрий Трубойко. Давайте кушать конфеты. Ребята, привет! Привет! А можно я тоже с вами саду? Вообще, конечно... Очень вкусненько. Шикарно. Вообще, денек сегодня, конечно, такой, да. Да, такой веселый. Это точно. Ребята, вот давайте так, мы были в трех локациях, да? Что самого прикольного вам вообще понравилось? Что вот больше всего вас зацепило? Я вообще первый раз на севере. Да? А мне кажется, это наша самая северная точка, да? Это самая северная точка за два сезона. Только два сезона, да. Первый раз в жизни бабы-нягру попробовал. Я тоже. Я тоже, да. Нет, я пробовал ее, но на самом деле для меня произвело впечатление, конечно, рынок. Рынок, да? Да, это для меня как бы супер, ну как бы... А мне так понравилась хозяйка. Слушайте, мне кажется, самая, одна из самых потрясающих хозяев, которая у нас была. И спела, и накормила. Мне кажется, нашему оператору Иону, который сейчас тоже снимает, тоже очень понравилось. Да, он тоже говорил, что там папа у него. Берите, берите конфетку, берите. Слушайте, вообще, конечно, северная такая очень полная вышла, это факт. Да, это правда. Это правда, реально. Давай через крапиву ты! Ну, ты смотришь! А, б***ь! Кто сказал, что это не крапива? Ой, да! Крапива, я тебе говорила! Орхей! Орхей, 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 да, это смешно. Саш, сай, кулу на ушку сатей. Ребята, я добыл вам кокаин! Много кокаина! Ой, ты что, снимаешь? Только продюсер спасет эту программу и ведущего в том числе. Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok